МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Без позволения, коллег, я, наверное, начну. Владимир Сергеевич, каждое оперативное совещание в правительстве вы начинаете с одной темы – выполнение майских указов президента. Но, с вашего позволения, все-таки хочется первый вопрос не по этой теме задать, а задать вопрос, который касается слишком большой части жителей Туйской области. Пригородные пассажирские перевозки. С 1 июня увеличен тариф для туляков и достаточно ощутимо увеличен. Но вы выступаете против такого увеличения, спрашиваете об основании. Нам не отвечает центральная пригородная пассажирская компания. Так вот, каков итог этого противостояния правительства Тульской области и вот этот ЦППК? Мне кажется, эту аббревиатуру уже все жители области знают. Да, все-таки я хотел сказать, что никакого противостояния нет. Есть просто принципиальная позиция, которую занимает правительство региона. И правительство региона стоит на защите интересов туляков. Но стоит обоснованно. Вы помните, что еще в феврале президент России Владимир Путин очень жестко отреагировал на отмену многих рейсов электричек во многих регионах. В Тульской области этого не было. Мы сохранили полный тот перечень, который и был. Мы хотели отменить 7 маршрутов. Но после указания президента эти 7 маршрутов из 157 мы восстановили полностью. В чем проблема? Проблема, она, знаете, такая достаточно старая. Два года назад Министерством финансов России было принято решение о сокращении дотации на российской железной дороге по пригородным перевозкам. Дотация была существенна, почти 25 миллиардов рублей. И, соответственно, постепенно были созданы вот такие перевозочные компании. У нас в Тульской области работает ЦППК. И, соответственно, эти перевозочные компании приходят в регионы и согласовывают маршрутную сеть и тариф. Тариф экономически обоснованный. Соответственно, наш комитет по тарифам, проверяя документы, согласовывает ту или иную цифру. Как получилось в Тульской области? ЦППК до конца прошлого года документы, необходимые для принятия обоснованного решения по повышению тарифа, не представилось. Поэтому правительство Тульской области пошло следующим путем. С учетом того, что тариф ни в 2013, ни в 2014 году не увеличивался, то тариф был увеличен на сумму инфляции, которая составляла 18%. И, соответственно, он вырос с 16,5 рублей до 20,5 рублей за одну зону перевозки. Это 10 километров. В апреле месяце перевозочная компания предоставила правительству необходимые документы. Но, опять же, не в полном объеме и со многими наш комитет по тарифам не согласен. Ну, например, почему-то вдруг увеличится почти в три раза стоимость расходов на содержание аппарата перевозочной компании. Аренда офиса. Ну, слушайте, новая реальность, цены на аренду офиса снижаются, а здесь почему-то растут. Поэтому мы, на самом деле, пока все не убедимся по всем расходам, мы повышать тариф не имеем права. Это даже невозможно, потому что требования закона говорят о том, что комитет по тарифам устанавливает тариф только после очень тщательной такой кропотливой проверки. Но ряд расходов действительно были увеличены. Поэтому нашим комитетам по тарифам было принято решение о увеличении стоимости зоны до 28 рублей. Сначала же вообще хотели, перевозочная компания просила у нас увеличить тариф до 51 рубля, но мы им говорим другую вещь. Слушайте, ну если вы увеличите до 51 рубля, велико обстоятельство, что люди просто перестанут ездить на электричках и начнут ездить в большей степени на маршрутках, автобусах и даже на такси. Потому что стоимость примерно увеличилась в три раза. С 350 рублей почти до 1100 рублей за одну поездку Тулу-Москва. Поэтому это еще более губительный путь. Конечно, очень важно разобраться в целом с экономикой перевозочных компаний. В моем понимании и то, что мы предлагаем федеральному правительству, вернуться на регулирование тарифов на уровень федерации. Маршрутная сеть должна создаваться и координироваться перед центральной перевозочной компанией и всеми перевозочными компаниями в соответствии с экономическими возможностями. А там, где этих экономических возможностей нет, должны быть установлены на автобусные маршруты. Пока принципиальные вопросы, вот то, о чем мы говорим, поднятие регулирования тарифа на федеральный уровень, пока эти вопросы не решены. Но мы находимся в конструктивном диалоге с правительством России и с курирующим вице-премьером Аркадий Дворкович. Думаю, что нас слышат. Господин Сергеевич, мы вернемся к майским указам президента. Каждый министр, наверное, знает их как отче наш. Это внимание, оно позволяет достигнуть необходимых результатов? Вопрос очень важный и острый для всех регионов. Что такое майские указы президента? Это прежде всего набор мер, которые позволят существенно улучшить качество жизни россиян и существенно продвинуть вперед нашу экономику. Потому что повышение заработных плат бюджетников, повышение производительности труда, создание новых рабочих мест. Это все меры, которые направлены в целом на развитие качества жизни и развитие экономики. Потому что спрос, он в том числе рождает предложения и поддерживает наших отечественных производителей. Когда мы говорим с вами о указах президента, для нас, конкретно для Тульской области, то все показатели, которые у нас есть, они выполняются в срок. Но важно думать о перспективе. Что мы получим через 5 или 7 лет? Потому что, к сожалению, у области есть свои проблемы, на которые мы обращаем. Прежде всего, это вопросы демографии. Это самый, наверное, острый и самый важный вопрос. И качество работы органов власти, региональной власти, местного самоуправления, это то, сколько людей у вас живет на вашей территории. Сколько жило на момент, когда вы начали работать, и сколько живет людей на момент, когда вы закончили работать. Я много раз об этом говорил. Начиная с 80-го года Тульская область попала в так называемые демографические кресты. Начиная с 80-го года начала минусовать. Пик был 96-й год, когда мы с вами потеряли 35 тысяч жителей. В прошлом году мы недосчитались 10,5 тысяч жителей. Но на естественный прирост мы должны выйти только к 2030 году. По прошлому году 7,5 тысяч человек – это переселенцы из бывших стран, бывших республик СССР, стран СНГ, наши соотечественники, которые переезжают и выбирают Тульскую область для жизни. Это первое направление. Второе важное направление – это то, что мы, к сожалению, пока еще не достигли по уровню средней зарплаты по экономике региона, среднюю зарплату по стране. Ну, где-то на 10-12% ниже. Это тоже показатель, к которому мы должны стремиться. Хотя, если говорить о результатах работы жителей всей области, конечно, результаты за последние 4 года, они, я честно скажу, что это результаты, можно сказать, не хорошие, а очень хорошие результаты. Но вот посмотрите, несколько показателей. Более чем в 2 раза увеличился региональный доход регионального бюджета. То есть мы с вами говорим о чем? О том, что мы стали более обеспечены. И если 4 года назад мы обеспечивали наши расходы на 71%, то по итогам 2014 года почти на 85%. И это выгодно в том числе и для Российской Федерации. Потому что Российская Федерация в данном случае датировать нас начала на 2 миллиарда рублей. Меньше, чем датировала раньше. Рост производства на 52%. Это по итогам 2011-2014 годов. А за первые 5 месяцев текущего года показатель еще более существенный. Если в среднем по стране рост промышленного производства минус 1%, то у нас более 20% по итогам 5 месяцев. Это вот действительно отличные показатели. И мы постараемся эту динамику сохранить до конца года. Хотя мы прекрасно понимаем, что частично это связано с тем, что отгрузка наших, в том числе оборонных предприятий, она носит сезонный характер. Третий показатель. Заработная плата. Средняя заработная плата по экономике увеличилась с 15,5 тысяч рублей, почти до 27 тысяч рублей. То есть это же огромный, действительно показательный, существенный рост. Ну и так далее. Вообще вопросы экономики я хотел поблагодарить жителей области, потому что действительно такой самоотверженный труд жителей дал возможность региональному правительству и органам местного самоуправления качественнее выполнять свои обязательства, которые есть у региона перед жителями. Владимир Сергеевич, вопрос о реализации майских указов – это всегда вопрос денег. И надо сказать, что в стране сейчас с этим ситуация не блестящая. Одни эксперты говорят о том, что мы по-прежнему находимся в кризисе, другие говорят, что мы из него выходим, третьи говорят, что это все всерьез и надолго. Как вы оцениваете ситуацию, что вы о ней можете сказать, и на чем наш область будет экономить в таких условиях? Ирина, мы постараемся ни на чем не экономить, мы постараемся использовать возможности новой реальности, потому что я не называю это кризисом, а новая реальность. И заключается она прежде всего в том, что мы с вами начинаем жить просто на другие деньги. Ничего страшного в этом нет. Просто нужно относиться более рачительно к тем вопросам, которые есть. Но хочу сразу сказать, или оговориться, наверное, потому что Тульская область никогда сильно не жировала. В общем-то, потому что у нас с вами таких возможностей, каких-то сверхдоходов от торговли нефтью, газом и, скажем, металлами у нас не было. И все, что создается руками туляков, это создается действительно ежедневным кропотливым трудом. Что мы делаем на сегодняшний день? Мы постараемся в этом году сократить государственный долг. То есть постараемся отработать текущий год без дефицита бюджета, для того, чтобы иметь сбалансированный бюджет в целом. И на сегодня у нас сумма долга регионально уменьшилась, ну, пока не существенно на 100 миллионов, но тенденции на снижение есть. Все свои обязательства по обслуживанию наших долгов мы выполняем в срок. И у нас достаточно высокий рейтинг, он, скажем, близок к рейтингу Российской Федерации, что, в общем-то, для Тульской области тоже один из важных показателей. Для того, чтобы нам и дальше продолжать эффективно выполнять майские указы президента, нам нужно будет больше зарабатывать. Поэтому, обращаясь к Тульской областной думе, ну и в целом, конечно, ко всем жителям области, в мое послание оно достаточно четко несет понятные цифровые показатели, которые должны достигнуть органы государственной власти совместно с нашими отраслями. Поверьте мне, это не какая-то там выдумка, и это не фантазии. Это действительно выверенные цифры. Они тяжелые, они непростые. Но эти цифры, если мы достигнем эти цифры, мы сможем обеспечить нормальный, последовательный рост нашей экономики и, соответственно, выполнение наших социальных обязательств. Мало среднее предпринимательство, это весной состоялся государственный совет, а именно по этой теме рабочую группу тогда возглавляли. Вы логично предположить, что наша область станет неким таким локомотивом, ну или хотя бы первопроходцем, который те выработанные меры будет реализовывать. Вот есть ли уже какие-то конкретные наработки, вот что будем внедрять и чем можем порадовать уже состоявшихся, и так и перспективных предпринимателей. Когда мы говорим с вами о проведении государственного совета и о мерах государственной поддержки, которые вырабатывались в рамках подготовки государственного совета, конечно, задача была из серии невыполнимых. Четыре, скажем, таких центра тяжести, федерация, муниципалитеты, регионы и предприниматели, у всех интересы разные. И вот действительно совместить интересы для того, чтобы получить тот результат, который мы ставим в рамках, опять же, целевых показателей, было достаточно непросто. Но могу сказать, что прежде всего, что мы должны получить по итогу. В целом по Российской Федерации сегодня вклад малого и среднего бизнеса национальный продукт составляет всего лишь 21%. Вот так модный Китай, который мы с вами сегодня обсуждаем, это почти 86%. Компания «Сименс» – это 62 тысячи малых и средних предпринимателей. Само юридическое лицо, как «Сименс», это в большей степени зонтичный такой бренд, который работает по продвижению, по маркетингу, по увеличению дешевого финансирования, ну и так далее, и так далее. Но производят продукт малые и средние предприятия. Какие-то из них банкротятся, какие-то из малых превращаются в крупные и даже в очень крупные предприятия. Такая же ситуация должна быть и в нашей стране. Поэтому задачу, которую мы ставили, по истечении 6 лет выйти на уровень 45% вклада малого и среднего предпринимательства в национальный продукт. Второе. Численность занятых. Сегодня это около 18 миллионов человек. Это примерно 25% всего трудоспособного населения страны. Здесь тоже показатель нужно увеличивать, ну как минимум в два раза. Третий показатель. Консолидированный бюджет Российской Федерации от предприятий микро и малого бизнеса получает 300 миллиардов рублей в год. При консолидированном бюджете в 24 триллиона рублей. Ну то есть меньше 2%. То есть понимаете, когда мы говорим в целом о мерах поддержки, ну слушайте, ну даже если на начальном стартовом этапе мы будем получать не 300, а 250, это существенно не повлияет на консолидированный бюджет Российской Федерации, включая бюджет муниципальный, региональный, федеральный. Но это может дать существенное продвижение вперед для вновь создаваемых предприятий. Большинство наших предложений, которые были сделаны на Государственном Совете, поддержаны президентом Путиным. Поэтому перечень поручений вышел на 6 страницах. И хочу сказать, что работа группы, рабочая группа по подготовке этих мер, она не закончена. Она будет закончена только тогда, когда все перечни поручений, которые президентом обозначены, будут исполнены. То есть мы работу эту продолжаем. У нас на областном уровне какие-то уже шаги сделаны. Да, мы вместе с депутатами Тульской областной думы приняли уже 10 законов, которые существенно облегчают возможности для организации малых и средних предприятий на территории Тульской области и существенное снижение налогов. Ну, например, мы приняли решение о нулевой ставке для новсоздаваемых индивидуальных предпринимателей. Мы уменьшили ставку для предприятий, работающих на упрощенной системе налогообложения. Для всех сделали 5%, для предприятий торговли – 10%, раньше было 15%. Мы сделали имущественный вычет для тех предприятий, которые используют свое имущество. И те предприятия, малые и микро-малые предприятия, имеют право на вычет, если 100 метров квадратных – нулевая ставка налога на имущество, в случае, если у вас занято 5 человек в средней численности полгода, и 200 метров, если 10 человек. Кроме этого, сегодня в показателе эффективности органов местного самоуправления четко обозначено, сколько рабочих мест они должны, и в каких отраслях они должны создавать в каждом году. И задача, она действительно очень амбициозная. За 6 лет создать новых 180 тысяч рабочих мест, большая часть из которых – 120 тысяч – это предприятия микро- и малого и среднего бизнеса, и 60 тысяч – это высокоэффективные, высокопроизводительные рабочие места. Задача очень амбициозная. Она расписана по годам и по отраслям. Все главы администрации четко понимают, что они должны делать. Могу сказать, что сегодня, если посмотреть на налоговую базу и на базу, которая у нас есть в рамках административной поддержки, она одна из лучших в стране. Но очень многое зависит от настроения. Поэтому мы будем идти к людям, будем им рассказывать и предлагать. У нас есть куда приложить руки. Это фонд капитального ремонта многоквартирных домов, это и проекты народного бюджета. То есть реально, на самом деле, ремонт дорог. Есть чем заняться. Благоустройство городов. Здесь очень важно дойти до людей и помочь им изменить отношения. Дать им уверенность, что они могут реально зарабатывать деньги сами. Четыре года назад, когда я произносил свою речь на инаугурации, когда был наделен полномочиями губернатора, я сказал, что моя задача – это постараться изменить настроение. Только с изменением настроения жителей, всех жителей области, будет меняться и обстановка в области. Мне кажется, у нас получается. И уверен, что и дальше мы будем прилагать все усилия для того, чтобы человек и любой человек, который хочет заниматься и жить, любым делом, и жить в Тульской области, чтобы он чувствовал себя комфортно. Владимир Сергеевич, Вы сказали про 180 тысяч рабочих мест, из них 120 тысяч в малом и микробизнесе. Реально ли это? Потому что сейчас на рынке труда объявлений требуются гораздо больше, вот именно требуются рабочие руки. То есть рабочие места есть. А кто будет работать на этих рабочих местах? Это как раз тот вопрос, когда мы связываем экономику и демографию. То есть это вещи, которые идут вместе друг с другом. Сейчас у нас естественная область населения. Поэтому мы реализуем программу переселения соотечественников из стран СНГ к нам в Тульскую область. Мы хотим пока заместить. В прошлом году мы заместили на 70%. В этом году задача увеличить процент замещения. На следующий год мы планируем 100% замещение за счет переселения соотечественников. И прежде всего переселение русскоговорящего населения, православного населения, которое осталось на бывших странах, бывших республиках СССР. Поэтому, конечно, мы заинтересованы в рабочих руках. Но второй еще важный аспект – зарплатная плата. Зарегистрированная безработица у нас около 1%, чуть меньше 1%. Это ниже, чем в среднем по стране. По стране 1,2%. Но те условия, тот уровень зарплаты, который предлагается, он пока недостаточен. Поэтому третий показатель, о котором я говорил, это достижение средней зарплаты по экономике Российской Федерации. Тогда мы с вами сможем действительно привлечь большее количество людей в сферу услуг. Но и не могу не коснуться здесь вопроса миграции. Вы знаете, что с 1 января у нас имеют право предприятия привлекать через систему патентов. Мы сегодня эти патенты в целом успешно реализуем, эту программу, хотя есть еще шероховатости. Вот когда мы устанавливали сумму 3 тысячи рублей, то мы эту сумму устанавливали, исходя из подоходного налога средней по экономике. Но сейчас мы видим, что, возможно, на следующий год мы эту сумму увеличим. Почему? Потому что нам очень важно привлекать туликов. И конкуренция между мигрантами и туликами все-таки приоритет должен быть жителям области. Потому что это в том числе и в интересах руководства области. Потому что вы прекрасно понимаете, что большую часть денег, которое зарабатывает мигрант, он отправляет в своей семье. А тулики живут здесь. То есть дальше, получается, соответственно, расходы внутри области. Строят дома, покупают квартиры и так далее. Поэтому, конечно, мы прежде всего хотим дать возможность туликам. Но и жителям нужно тоже не чураться труда. Продолжение. У нас в регионе, и вы были инициатором этого, есть такое положение, как трехстороннее соглашение о минимальной заработной плате в бюджетной сфере и в небюджетной сфере. Но не все предприятия присоединились к этому трехстороннему соглашению. Некоторые пытаются хитрить, сокращая рабочий день и, в общем-то, получая, получается, не та заработная плата, которая прописана в этом трехстороннем соглашении. Что в этом плане вы, как руководитель региона, можете сделать? Как повлиять на ситуацию? Давайте от большего к меньшему. Да, не все предприятия присоединились к этому соглашению. И самое крупное предприятие – это Почта России. Я говорю об этом публично и считаю, что руководству предприятия должно быть стыдно, что они не выполняют те соглашения, которые разработаны в нашей трехсторонней комиссии. Это первое. Второе. Что касается, как вы говорите, хитрить. Но хитрить здесь невозможно. Мы обозначили, что минимальная зарплата – это 10 тысяч в бюджетной сфере лиц, работающих на одну ставку. Поэтому, если человек работает на полуставки, соответственно, у него минималка должна быть не меньше 5 тысяч рублей. И 12 тысяч для граждан, которые работают у нас в коммерческом секторе. Это уровень. В Центральном округе есть только у трех регионов. Москва, Московская область и Тульская область. Мне кажется, когда мы с вами имеем средний показатель по зарплате по экономике 26 тысяч рублей, то кто идет и работает за 12? Всегда я задаю этот вопрос. Но даже 12 не всегда выплачивают. И многие стараются, что называется, схитрить. Работаем с этими предприятиями. Но это, опять же, еще раз говорю, это очень кропотливая ежедневная работа со всеми предприятиями области. Владимир Сергеевич, благодаря вам жители Тульской области в 2015 году в полном объеме продолжают получать чернобыльские льготы. Но сейчас специалисты в регионе замеряют традиционный фон. И чаще всего они предварительный результат говорят, что зона чистая. При этом накопительный эффект никто не считает. А потом федеральные чиновники возьмут вот этот вот результат, что зона чистая, и подошьют к своей идее сократить чернобыльские льготы. А для жителей Тульской области это очень болезненная тема. Что делать будем? Основная моя позиция по сохранению чернобыльских льгот, она заключалась в том, что нельзя проводить такие решения, не проговорив жителей. Условия закона это обеспеченность и качество социальной жизни, социально-экономической жизни конкретного человека, который проживал на загрязненной территории. По некоторым группам населения в случае отмены чернобыльских льгот их качество существенно ухудшается. Ну, в частности, это касается наших матерей, которые находятся в отпуске по уходу за ребенком, потому что там самые большие выплаты, и если эти 5-6 тысяч рублей убрать, то у них уровень обеспеченности существенно снижается. Поэтому это очень важный показатель, о нем говорят меньше. Ну, и самое, наверное, важное, все решения должны проходить публично. Сейчас вот на Украине же отменили льготы для чернобыльцев. Посмотрите, какой это вызывает резонанс не только у жителей Украины, но в том числе и у наших с вами граждан, да, которые считают, что это неправильно, когда происходят те или иные изменения, которые людям не разъяснены. Если у нас территория стала чище, если мы обеспечили уровень доходов наших жителей на том, чтобы, так сказать, люди чувствовали себя комфортно, значит, тогда вопрос об отмене возможен. Но, опять же, это должно происходить постепенно. Должны быть обозначены даты, когда это будет меняться, а не так, как это была попытка Минфина практически задним числом взять и отменить втихаря, да, ну, то есть практически втихаря. Нас услышали, и хочу сказать, что благодаря председателю правительства, благодаря президенту России Владимиру Путину нам удалось действительно войти в нормальное русло. Дальше мы будем наработать, если действительно зоны стали чище, если мы обеспечиваем все необходимые уровни доходов наших жителей, тогда мы скажем, ребята, извините, все программы, все по очистке территории, они выполнены. Это же все норма закона. Если этого не будет, значит, тогда мы будем продолжать дальше отстаивать интересы жителей. Давайте поговорим о чистых территориях, на которых сегодня наши аграрии очень активно работают. И ситуация в том, что, как ни поговоришь с нашими фермерами и хозяинами достаточно крупных предприятий, все они жалуются на очень дорогие кредиты и на то, что по-прежнему остается проблема с рынками сбыта. Как Тульская область, правительство региона может помочь этим людям? Стоимость кредитов действительно высока. Это касается не только наших аграриев, вообще всех предпринимателей, потому что по ставкам 25 и выше, конечно, брать деньги в долг, особенно для производства, это, ну, так сказать, история такая невозможная. Меняется ситуация, меняется медленно, аккуратно, но все-таки меняется. Что касается рынков сбыта, то рынки сбыта, конечно, мы прежде всего пытаемся закольцевать внутри нашей области. Ну, вот смотрите, такой большой достаточно пример, наш Тульский молочный комбинат. Он сегодня берет нашу продукцию от наших фермеров по молоку всего лишь на 50%. 50% заводится из других регионов. Хотя много молока, которые мы могли бы собрать и, скажем, предоставить им. И, кстати, такое направление идет, то есть это программа молоко в обмен на корову или корову в обмен на молоко, если быть более правильным. Соответственно, вот такие пункты сбора, когда мы предоставляем за счет средств регионального бюджета корову, соответственно, расплачиваются с нами уже индивидуальные предприниматели и личное подсобное хозяйство через сбор молока, через молоко. Вот такие пункты сбора мы начали реализовывать. И качество молока хорошее, дальше оно поступает у нас, соответственно, на наши комбинаты и перерабатывается здесь. И вот таких вот мы стараемся закольцовывать все схемы производства. Но это, опять же, тоже точечная работа. Владимир Сергеевич, 4 года вы работаете губернатором, и все 4 года вы пытаетесь то ли как пробудить инициативу. Это касается и программы народный бюджет, и открытого изменения настроения. Да, и теперь у туляков появилась новая возможность. Вы предложили, а Дума поддержала, внести изменения в устав области, в соответствии с которыми жители теперь смогут сами писать законы. Но есть один нюанс. Для того, чтобы народный закон Дума, в принципе, рассмотрела, нужно, чтобы его поддержали 25 тысяч туляков. Не слишком ли высокая планка для Тульского региона 25 тысяч голосов? Что касается численности населения, то мы ровно 1%, а численности страны составляем чуть больше, чем 1%. Мы дали право законодательной инициативы нашим уполномоченным по правам бизнеса, детей и по правам человека, общественной палате и самоорганизованной граждане. Да, пока 25 тысяч. Посмотрим, как будет работать эта норма, если будут появляться действительно инициативы, которые будут касаться жителей области, и мы будем видеть, что они не добирают какое-то количество голосов, мы всегда можем, в принципе, внести изменения. В большей степени это норма декларативная. Мы можем с вами говорить о том, что эта декларативная норма может когда-то стать рабочей. В тот момент, когда для области будут приниматься существенные вопросы, которые будут влиять на жизнь каждого человека. Но без самоорганизации, без вовлечения людей в управление области, в надежде на то, что за вас все решит какой-то дядя, умный или не очень умный, это неправильная позиция. Владимир Сергеевич, ну перейдем к популярной и несколько больной теме. Вот это жилищно-коммунальное хозяйство, лекарства, одно из лекарств появилось этой весной, это лицензирование управляющих компаний, но лекарства с противопоказаниями. Тысячи домов по области лишились управления, здесь появились вау-проблемы. Вот что здесь делают жители? Что мы имеем по итогу? Конечно, когда принимался закон о лицензировании, нужно было предполагать, что появятся те дома, которые, оказывается, без управляющих компаний. Конечно, должна быть отсылочная норма была. К сожалению, этого в федеральном законе нет. И на сегодняшний день мы имеем с вами 134 управляющих компаний, которые получили соответствующие лицензии. Да, есть ряд компаний, которые лицензии не получили, в большей степени это касается вопроса города-героя Тулы. Потому что задача муниципальной власти, это задача, которую мы ставим перед городской администрацией, ни в коем случае не входить в этот бизнес. А за тот период, на который на сегодняшний день мы взяли на себя на управление, как раз вовлечь малый и средний бизнес, провести собрание с жителями и выбрать либо из тех компаний, которые у нас есть и сегодня получили лицензии, либо, пожалуйста, жители могут перейти на непосредственное управление, либо формировать новые компании, которые также будут приходить и получать лицензии. Но оставлять ситуацию так, как она была, когда не решены вопросы с вызовом мусора, не решены вопросы с текущей эксплуатацией домов, посмотрите, какой вал был обращений. Конечно, власть региональная не могла оставить в стороне. Ведь за что лишали лицензию? Кому не выдавали лицензию? Прежде всего, тем организациям, которые не раскрывали информацию о своей деятельности, не выполняли нормы федерального законодательства. Мы всех предупреждали год назад. Ко всем будем относиться серьезно. Раскрывайте информацию. Не раскрывали. Ну, извините, не раскрывайте, лицензию не получайте. Поэтому задача перед городом – сформировать условия, когда каждый дом многоквартирный выберет себе хорошую нормальную управляющую компанию. Я продолжу тему, которую поднял коллега. Она не областного уровня, но для туликов, а это конкретно именно туликов касается, она сейчас стала очень остро. С 1 июня изменился принцип оплаты общественного транспорта. Теперь деньги принимает водитель, а вход в автобус, троллейбус только через переднюю дверь. Причем водитель не выпускает никого из задней и средней, пока не пройдут в переднюю. Что мы видим по факту? Мы видим массу недовольства туликов, мы видим очереди на остановках. При этом у нас городская власть говорит, что надо бороться с нелегальными перевозчиками, потому что они не платят налоги, потому что невозможно контролировать безопасность этих перевозок. А по факту она делает все, чтобы люди общественным транспортом не пользовались. Вот не пора ли все-таки областной власти вмешаться в эту ситуацию? Мне кажется, решение этого вопроса связано, во многом связано с решением вопроса в целом по перевозкам внутри города. Это прежде всего маршрутки. И здесь город, кстати, я хочу их похвалить, они ведут, занимают такую принципиальную и последовательную позицию наведения порядка. Там есть юридические, конечно, шероховатости, но я думаю, что они там порядок наведут. Вот когда будут излишние маршрутки убраны с городских улиц и, соответственно, дана возможность общественному трассам, городскому, больше перевозить людей, то здесь нужно, конечно, будет больше наводить порядок. Я, кстати, смотрел репортаж Первого Тульского по поводу того, как происходит сейчас посадка в троллейбусы и автобусы. Вопрос, конечно, Авилову я обязательно этот задам. А вам рекомендую всем взять у него интервью и послушать, что он скажет по этому поводу. Я хочу перейти к приятному летнему вопросу. Лето, как говорится, это маленькая жизнь, это путешествия, это туризм. Буквально на днях прошли дни Москвы в Тульской области. Москвичи с теми, с кем мы общались, сказали, как замечательно изменилось у нас все. И дороги, инфраструктура. Хвалили очень Тульский Кремль. Сейчас заканчивается строительство и отделка выставочного комплекса в Кремле. Получается очень красиво. Что там будет? Ну, помимо тех обязательных музейных экспонатов, про которые уже говорили, как вы видите себе это пространство? И правда ли говорят, что у вас там будет свой кабинет? Вот все изменения, все настроения, изменения настроения, они направлены на то, чтобы жители гордились своей областью, своим городом. Вот вспомните даже, там, 3,5-4 года назад редко кто упоминал, что Тула – город-герой. Да, сегодня, мне кажется, все называют Тулу городом-герой. В городе – герой Туля. То есть, начиная от «мало» до «велика». Те же значки, которые мы делаем для маленьких туляков, для первоклашек и для выпускников. То есть, многие носят, все очень, как сказать, проявляется внутренняя гордость за свою маленькую родину, за свой город. И вот это, наверное, самое важное. Что же касается Кремля, это как один из символов Тулы и, конечно, место притяжения. Мы хотим сделать такое место, где можно было не только проводить культурно-массовые мероприятия, в том числе и в так называемом, так сказать, крытом дворе, который связал два здания подстанций, в которых будут располагаться четыре музея, там будет, скажем, кафе. То есть, там будет полная вся инфраструктура, которая позволит посетителям Кремля, ну, извините, начиная от туалета, заканчивая, там, сходить посмотреть выставку тульских самоваров, тульского пряника и заканчивать тем, что можно будет посидеть, выпить чашку кофе, там, что-то перекусить. Что важно, это же жизнь. И, конечно, это просто ежедневный отдых, когда жители могут приходить на территорию Кремля и отдыхать, просто гулять, сидеть на лавочках, дышать воздухом. И кабинета, как рабочего кабинета, там не предусматривается. Габинет рабочего у меня в здании областного правительства, поэтому продолжаю и планирую продолжать работать там. Вопрос про еще один символ Тулы, наша любовь и наша боль. Больная команда «Арсенал», которая, к сожалению, не удержалась в Премьер-лиге. Будете ли вы ставить перед командой цель вернуться в Премьер-лигу? Что касается нашей команды, конечно, в любом спорте нужно стремиться всегда к победам. И я ничего страшного не вижу в том, что мы перешли снова в ФНЛ. Ну, ничего страшного. Это спорт. Побеждает сильнейший, тот, кто лучше подготовлен, тот, у кого покрепче нервы, что называется. Ничего страшного. Поэтому попадаем в ФНЛ, но задача побеждать, она будет стоять в задаче и дальше. Мы будем оказывать все необходимую помощь для того, чтобы у команды было все необходимое, что есть. Но мы не собираемся участвовать в соревновании денег. Когда бюджеты клубов иногда в сто раз больше, чем был бюджет Арсенала, мне кажется, мы, тулики, не можем себе этого позволить. И хочу сказать, что из того бюджета, который был у Арсенала, всего 37 миллионов рублей, которые Арсенал получал по программе поддержки профессионального спорта от нашей региональной федерации футбола. То есть это деньги, ну, там, около 10% от общего бюджета, чуть больше, чем 10%. Поэтому в соревновании денег мы участвовать точно не будем. А вот развивать футбольную инфраструктуру, развивать спортивную инфраструктуру в целом для области мы будем обязательно и дальше. Ну и будем надеяться, что Арсенал, что ребята, что называется, будет не уныние. Мы будем их подбадривать, чтобы они побеждали и дальше. Условия использования материнского капитала в 2016 году будут изменены. Они могут... Федерального. Да, федерального. Материнский капитал можно будет использовать только на улучшение жилищных условий. А что с региональным? Кстати, будет ли он проиндексирован? Мы индексируем все свои социальные обязательства, все публичные обязательства региона проиндексированы на 5,5% в этом году. Это в соответствии с рекомендациями Министерства финансов России. Что касается нашего регионального материнского капитала, ну он прежде всего выплачивается на третью и каждого последующего ребенка. То есть речь идет о многодетных семьях. У нас есть программа по, скажем, предоставлению, бесплатному предоставлению автомобилей для семей, где 6 детей и более. Поэтому мы жилье и приобретение отечественных автомобилей, мы как норму предполагаем оставить и не хотим сокращать больше. Потому что возможность, особенно для сельских территорий, иметь автомобиль для того, чтобы приехать, купить продукты, ну просто детей куда-то отвезти. Это вопрос в том числе качества жизни. У нас наметилась такая тенденция, что хорошие идеи сталкиваются с плохим исполнением. Например, образовательные центры. Идеи просто замечательные. То есть подтянуть слабые школы, сократить административный персонал и эти деньги направить на развитие опять же школ. Но почему так много тогда протестных настроений у самих родителей? Если вернемся снова в Тулу, то городская власть уже дала задний ход и говорит, что вместо 12 образовательных центров создаст уже 3. И вопрос еще будут прорабатывать. А почему бы сразу не проработать? Вот смотрите, наоборот, мне кажется, вот по поводу 12 и 3, это как раз то, что услышали, обратную связь. Вот планировалось 12 крупных центров, 5-6 учреждений, 5-6 адресов. Это действительно такие крупные учреждения. Когда начали обсуждать эту тему, то подошли к тому вопросу, что, наверное, правильнее и рациональнее оставить 3. Мне кажется, это как раз, когда слышат логику профессорско-предпродавательского состава и родителей, то, мне кажется, эту логику нужно четко улавливать. Но что мы видим? Чаще всего настроения, они связаны с, ну скажем, многие руководители наших школ, они понимают, что в этой конкуренции они не выдерживают, и им нужно переходить из директора в просто педагога. И, к сожалению, многие к этому не готовы. И, конечно, они влияют на настроение, опять же, некоторой массы наших родителей, которые, ну скажем так, слышат только одни страшилки, что все плохо, сейчас все закроют и так далее. Ну что, никто ничего закрывать не собирается. Мы, наоборот, только собираемся развивать. Посмотрите, сколько у нас детишек сейчас растет, мы с каждым годом плюсуем по детишкам. Мы понимаем, что через 3 года нам детей нужно приводить в школы. Школы же мы с вами пока еще новых не строили, поэтому мы, конечно, заинтересованы в сохранении каждой школы, каждого адреса. Но при этом должны быть сильные школы, они должны хорошо развиваться, и самое главное, в сильные школы ведут своих детей родители, и туда идут сильные учителя. Посмотрите, у нас же есть некоторые школы, при мощности, допустим, 33-я школа, при мощности 650 человек имеет только 420. И этих 420 детей, которых у них хочется, денег, которые они должны были получать по так называемому среднему показателю на каждого ребенка, им просто на содержание даже не хватает. Поэтому у нас, мы, к сожалению, что делаем? С крупных школ коэффициент уменьшаем и добавляем деньги сюда в неэффективный. Ну, тогда что? Это же не совсем правильно. То есть те, кто хорошо работает, получают от государства денег меньше, чем те, которые работают плохо. Пускай сильные школы получают те деньги, которые они должны получать. Еще один вопрос, который касается в большей степени, конечно, городской власть. Летом в Туле парковки станут платными. Не получим ли мы обратный эффект? Что из-за того, что не строим новые дороги, и по факту мы закрываем центр, Тула вообще встанет в одной большой пробке? Ну, во-первых, центр мы не закрываем, а раскрываем как раз. У нас организовано движение в Туле все через центр. И организации движения, в том числе и организации платных парковок, это как раз те начинания городских властей, которые были связаны полностью с наведением порядка по автобусным перевозкам и, соответственно, организации платного парковочного пространства. В Москве все деньги, которые собираются за платные парковки, эти все деньги идут полностью на благоустройство территорий, тех территорий, где организованы платные парковки. Поэтому принцип, который будут городские власти реализовывать, он точно такой же. Ну и, безусловно, когда мы уберем с вами просто брошенные машины там, где хочется, и наведем порядок, это даст возможность быстрее проезжать через центральные улицы города и, соответственно, снизить трафик. Но это работать должно в комплексе маршрутки, автобусы и парковочные места. А вообще планируется организовать около 5,5 тысяч парковочных мест. Вы теперь туляк и по прописке, а Арина Владимировна Груздева тоже тулячка? Нет, она еще пока не тулячка, но мы с ней обязательно посоветуемся. Как часто вы выполняете свои обязанности молодого папы? Молодого папы. Гуляете, пеленаете? Ну, раз в неделю получается, но пока не чаще. Она вам улыбается уже, агукает? Уже улыбается, агукает, улыбается, уже старается переворачивать. Не, она уже большая девочка, слушайте, уже такой осмысленный взгляд. Спасибо вам за интервью. Спасибо. Спасибо.